всем привет с вами кейн и сегодня в серии сноураннера мы оказались на таймыре я чуть чуть здесь проехался в общем это первая локация вот где мы появились наш гараж вот это первая локация болота то есть карьеры зимнегорск мы ничего не доехали и здесь у нас но тут я доехал до вышки исследовал ну ладно сейчас здесь нашел машину она вот ну на карте показано и также я нашел еще где-то машину а вот вот здесь вот но как нашел то есть на карте вижу но туда надо просто доехать и ну не знаю что с ней то есть можно получить или не получить похоже на как конечно с виду на хаммер но по моему то не хаммер ну ладно заинтересовала меня вот эта машина которая здесь находится здесь я доехал до нее и здесь есть задание вернее поручение нужно короче отремонтировать и и заправить так вот сейчас ага ну вот с частью по заправке в общем там не получится если я правильно все понял то есть мы дадим на это не полностью то есть задачка не считается выполненной ну то есть придется съездить еще раз сюда дабы заправить ее в общем ну это ладно это сделаем чуть-чуть позже мне очень хотелось бы показать здесь в общем возле вышки получается такая дорога но я на нее и закрабкался в общем на хаммере но было было не то чтобы сложно но в принципе на хаммере это было возможно и теперь я вот хочу открыть вышку показать насколько вот территория большая до которой мы доехали ну то есть исследует вот сколько всего мы нашли а так подожди а здесь есть еще одна машина тоже которая застряла болотах она просто была закрыта область я вот это область надо им доехать исследовать о и здесь что то есть ооо ну в общем не уверен что я буду выполнить все эти задания поручения но хочу отметить я вот пока доехала по вот этой дороге вот видите до вышки карта мне понравилось то есть прорисовка то есть все ухты тут какая-то бочечка стоит да может ее можно и забрать или что ну да ладно понравилось мне эта территория такая зеленая в общем пара и рисовка красивые всех этих ландшафта травы что ли то есть поинтереснее чем мичигане ну соответственно отличается конечно же от аляски понятно но больше всего мне конечно же понравилось это вот трава такая вот земля то есть ландшафт карты очень красивый ну здесь весьма сложные такие места где можно просто-напросто перевернуться ну короче очень такая интересная карта ну но сложное в прохождении вот как-то так вот здесь озеро кстати вот вид тоже очень красивый мне вот это вот очень понравилось сейчас я заеду сюда на камень так вот вот примерно такой вид буду дальше я проходите сноураннер блин даже не знаю серьезно вот уже просто поднадоело конечно же улучшение от это всякая фигня возможно что-то поделаю какие-то задачки но сильно наверное до конца уже полностью проходить я скорее всего не буду также хочу отметить то что я немножко изменил подвеску и колеса поставил поменьше для того чтобы доехать до того грузовика поскольку тут очень сильно можно перевернуться с этой будкой поэтому пришлось сделать немножечко по-другому по поводу он дальше заправить по поводу того грузовика его нужно было отремонтировать и заправить я пытался до него доехать на высокой подвеске с той будкой перевернулся потом еще раз перевернулся я понял что нет нафиг надо поставил низкую подвеску на низкой подвеске проходимость немножко как бы упала то есть доехать стало немножечко сложнее но шанс перевернуться скажем так резко уменьшился что мне весьма понравилось ну но именно с тем модулем короче с этой зеленой будкой там много ремонта короче есть то есть можно отремонтировать практически любой грузовик полностью на фул но ездить так именно чтобы вообще не на кочечку не на ямочку чтобы не перевернуться вообще это короче полный бред мне конечно же нравится высокая подвеска но на высокой перевернуться в разы легче и быстрее сейчас мы доедем до того грузовика заправим его здесь куча мест где мы могли перевернуться с той будкой на высокой подвеске из то есть и и и и и и и и вот как бы лес вот это вот трава земля все это очень красиво выглядит я об этом говорил но просто проходить в дальнейшем не знаем нет уже просто под надоело но территория весьма красиво задачки здесь мы будут то есть также и самое тоже что-то будем открывать на чем-то будем ездить ну вот кстати давайте сейчас посмотрим на этот грузовик но в принципе игра уже как бы подъела в плане того что однообразное уже все вот это вот отремонтировать доехать то есть ну в общем не представляет больше уже интересы для меня подожди почему я хотел заправить вот так вот тем более этот мне нравится как бы немножечко больше то есть высокой подвеской всем этим но он сильно переворачивается а вот наш новый грузовичок немножечко похож на крас но это не красота royal ну не знаю что это за марка но посмотрим в гараже что можно сделать с этой то есть ну двигло надо найти исследовать и подвеску я скорее всего а то есть под подвеской ой коробка есть подвеска да все таки надо исследовать ну шины и так понимаю просто купить поскольку они от уровня зависит а то есть можно и на аляске использовать то есть именно чисто по грязи вот именно на этом аппарате на хорошо проходить да понятно но лебедка я так тоже понимаю что как обычно все колесо шнуркели они тоже по моему от уровня зависит ну и кузовом что мы можем просто у какой кран то есть здесь именно отдельная отдельные крановые модули то есть они их надо покупать ну смысле они отличаются от того нашего сейчас и вот от этого красненького нашего здесь другой модуль в общем здесь если посмотреть магазине куча всего интересного но самое интересное что я хотел бы я когда-то а это вот то что мы нашли нашел видел видео про вот по моему это вот короче про шамана но по моему таташон вроде бы как он предпросмотр посмотрим ну тут конечно же написано скаут ну это похоже на шамана вот российский такой внедорожник по моему в 2016 там там он был показано какой-то выставки там много очень хороших характеристик но у него спереди было двойная два моста а а это видимо какой-то подвид я не знаю его можно найти или придется покупать что удлиненные прикольно то есть багажник есть у него хороший и шнуркель но это типа как хаммер только такая прикольная штука в общем хотелось бы на ней ну если можно найти то найти а нет то придется купить но в принципе в дальнейшем проходить но это просто одно и то же вот как короче я думаю что это будет последняя серия возможно еще одну сделаю чисто попробуем на от этого техник который у нас нету то есть купить вот эти вот шаманы и тому подобные какие-то интересные вещи но в дальнейшем как-то прохождение ну наверное уже не будет как-то так ну сейчас посмотрим может что нибудь выполнен в общем купил я ну яр тут написано ну я же говорю это похоже на шамана только возможно какая-то может модификация или еще чего-то по по тюнингу здесь практически ничего нету ну то есть на багажник там шнурки поставил я лебедку то есть снял с хаммера поставил сюда ну движок нам нужно найти чтобы улучшить подвеска здесь не меняется ну и колеса здесь тоже такого же ухты такого же диаметра то есть в дюймах то есть там показано все одинаково блин о награда то есть это тачанка будет прикольно ну в общем ладно это мы наверное как нибудь потом выполним хотя нет ну давайте возьмем туда просто примем да просто не будем отслеживать здесь кстати на этом вездеходе самое интересное вот это что подвеска работает передний и вот это вот средняя можно подключить еще вот заднюю отведите вот это вот передний за и средняя а вот это плюс подключается заднюю так вот то есть на интересный такое как сказать полный привод то есть он даже не на ну не на полном приводе все равно то есть получается и передний задний как бы средний то есть работает получается типа как сзади то есть ну весьма хорош в проходимости потюнь ну конечно тут больше такого ничего нету там козырек какой-то можно поставить и бампер только передний то есть самый такой минимальный сделать а так прикольно у лесопилка ничего сена прикольно так я хотел доехать до вышки вот сюда и следовать эту карту в общем прикольно конечно здесь и в самой проходимости вот этой вот машину то есть по сравнению со всякими этими скаутами шевролета миха мирами они не взлетают против этого отечественного производителя вездеходов подвеска хорошая красивые места тут конечно же но я и слишком много потратил времени то что пройдет игру то есть по выполнению здания нам в том же мичигане в той же аляске конечно аляска мне очень сильно понравилось нет фак но видимо не судьба доехать туда в общем не знаю скорее всего что я проходить не буду в дальнейшем эту игру так что это скорее всего будет последняя серия в общем всем спасибо за просмотры спасибо что смотрели все мои видео по прохождению этой игры подписывайтесь на мой канал оценивайте видео пишите комментарии всем спасибо всем пока всем пока